Всем привет! В этом видео поговорим о том, что страны Азии вынуждены отказаться от покупки жижного газа из-за его заоблачной цены. Стремительный рост цен на газ на спотовом рынке до предела обострил конкуренцию среди промышленно развитых стран за получение голубого топлива. Цены на газ в Азии в августе 2022 года выросли в 12 раз в сравнении с августом 2019 года. Основатель Японского института постнефтяной стратегии Нориаки Оби сообщил, что покупка газа по цене свыше 2000 долларов за 1000 кубометров лишена экономической целесообразности. Однако европейские энергетические компании так не считают и продолжают закупать голубое топливо по текущей биржевой цене для заполнения газом своих ПХГ. Тем временем из газовой гонки выбыли несколько развивающихся стран Юго-Восточной Азии, которые не могут позволить себе покупку дорогого газа. В число пострадавших вошли Пакистан и Бангладеш. Пакистанская газовая компания объявила крупный тендер на покупку жиженного газа, но ни один из поставщиков СПГ желание участвовать в тендере не изъявил. На условиях готовности европейских компаний платить любую цену за свободный жиженный газ, участие в тендерах на поставку газа в Азию по цене поставки до 1500 долларов лишено экономического смысла. А такие страны, как Пакистан и Бангладеш, платить больше за газ не могут. Руководство указанных государств не располагает безграничными финансовыми ресурсами и не может подобно Европейскому Центробанку печатать ничем не обеспеченную наличность для ее использования на покупку энергоносителей. Уход с рынка некрах покупателей СПГ, тем не менее, не приведет к снижению цены голубой топлива. Объем спроса на газ сейчас значительно превышает производственные мощности поставщиков. Существенный рост производственных возможностей в мире ожидается не ранее 2025 года. Однако к этому времени спрос на газ в мире вырастет еще больше. Поэтому неудивительно, что правительство Японии, несмотря на принятие антироссийских санкций и давление западных стран, призвало свои энергетические компании перезаключить газовые контракты с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Ранее сообщалось, что японские компании «Токиагаз» и «Гера» получили возможность перезаключить газовые контракты с российской компанией «Сахалинская энергия» на прежних условиях по цене и срокам поставки газа.